Жители дома номер 160 на улице Грибоедова рады, что их дом признали аварийным и ждут переезда. Куда не важно, лишь бы стены не трещали, а рядом была школа и детский садик. И шанс отпраздновать новоселье есть. В этом году в городе разработают новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, привлекают застройщиков. Они получают участок земли под новостройки и помогают муниципалитету приобрести квартиры для жителей Бараков. Подробнее о ситуации Михаил Якимов. Когда в первой половине прошлого века строили такие дома, об удобствах даже не задумывались. Главное было дать людям крышу над головой. Однако сейчас, в 21 веке, ходить в туалет на улицу кажется дикостью. Но такова реальность жителей дома номер 160 по улице Грибоедова. И водопровод есть не в каждой квартире. Только у тех, кто самостоятельно протянул его. Построили дом в 1948 году. Тогда на 30 квартир полагалось два крана. Планировка дома очень похожа на общежитие. Где-то там после 2000 года сделали, вот покрасили маленько, так маломальски поштукатурили. Вот в той части дома, где я живу, я когда приехала в 2006 году сюда, в 2007 летом мы сделали ремонт. Там немножко посвежее смотрится. Вот, а так вот. Повод для радости и надежд. В 2015 году дом признали аварийным. Усугубила ситуацию стройка, начавшаяся по соседству. Ну, всё, плохо, всё, валится. Строители нам пришли, вот, ничего поставили свежего. Аварийное жильё расселяют в порядке очереди. Сейчас новые квартиры дают тем, чьи дома признали опасными до конца 2012 года. Финансируют расселение городской и в большей степени областной и федеральный бюджет. Сколько денег выделили, столько людей и переселили. Дом признан аварийным в более поздний срок, в более поздний период. Поэтому включить его в действующие программы по расселению мы возможности не имеем. В 2017 году, в текущем году, будет написана новая программа по расселению аварийного жилищного фонда города. Она охватит более поздний период. Жителям дома на Грибоедово дадут новые квартиры, если участок попадет в программу развития застроенных территорий. Такая возможность есть. Землёй здесь интересуется строительная фирма, которая уже возводит дом по соседству. Михаил Якимов, Олег Кролевец, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.